всем привет в этом видеоролике я бы хотел с вами поговорить о пневмотестере от производителя который представлен перед вами вашими глазами в общем насмотрелся всяких видеороликов ю тубе с похожими пневмотестерами где люди своими силами в гараже там или где-то еще диагностируют проверяют двигатель на воздухоутечку ну и решил купить я точно такой же прибор как оказалось этот прибор не точно такой же как у тех авторов которых я смотрел видеоролики так какая ситуация произошла у меня я в свою очередь купив прибор не почитав инструкцию как им правильно пользоваться я свою очередь закрываю выходное отверстие воздушное но после второго манометра подаю 7 бар на первый манометр и у меня же свою очередь на втором манометре заламывает вот эту вот стрелку вплоть до ста процентов только с обратной стороны вот видите здесь ограничитель есть у меня ее заломала до ограничителя но с обратной стороны все я сломал манометр опять же почему я не стал читать инструкцию меня ввел в заблуждение такой вот момент точнее шкала почему-то выставлена до 7 бар вот это меня ввело в заблуждение вот по этой причине сразу так бахнул всем бар и все и второй манометр не выдержал ну что сказать сломал и сломал теперь надо как-то возвращать этот прибор жизни но смотрите что я сделал я пошел на рынок купил два одинаковых манометра со шкалой в 10 бар но это уже для того чтобы уже дуну так дунуть чтобы уже любая воздухоутечка если она есть и можно было услышать даже на конце выхлопной трубы мы еще я хочу тут кое-какие нюансы вам рассказать перед тем как начать восстановление пневмотестера когда я ходил искал решение этой вот ситуации сложившейся я подошел продавцу который занимается как раз таки продажи вот этих вот пневмотестеров там компрессоров но вот этого все все этой пневмотики ну объяснил ситуацию мне нужен манометр с процентами ну или два одинаковых по сим бар ну что то такое вот да или типа вот как вот это решение он у меня начал спрашивать зачем почему для чего я объяснил ситуацию вот дунул сим бар а тут сразу же так сказать вышел из чата он говорит если были бы то есть даже и себя им правильно воспользовался этим прибором он все равно покажет неверные данные я говорю почему то есть ну начал спрашивать я бы жиклер в данном месте стоит проблем вопросов по редуктору меня тоже нету то есть ну как бы просто вот надо поменять манометры все повторюсь повторю его слова он говорит значит так даже если заменив вот эти два манометра этот прибор работать не будет это просто почему рассказал эту историю когда мы будем плавно подходить к ремонту так сказать уже непосредственно само пневмотестера вы поймете почему что вот эти два манометра что вот эти вот два манометра без жиклера хотя жиклера у меня тут здесь есть но без выходного отверстия вот того вот которая находится сейчас перед вашими глазами если все здесь не откалибровано на заводе так как должно быть то это все все это вся эта система работать не будет повторюсь штатном ее исполнении или же с переделкой как в данном случае у меня еще раз прочитав инструкцию о том как и вообще люди самодельно делают пневмотестеры какие вообще покупные бывают и на что нужно в покупных пневмотестерах обратить внимание прочитал значит всю информацию я понял что продавец оказывается был прав ну и теперь после моих моего долгого так сказать вступления приступим к переделке пневмотестера с пояснением что зачем как и почему первое что нужно нам будет сделать это цветовую зону перенести на второй манометр использовать шкалу я буду только до 8 бар это нужно для того чтобы всегда оставался какой-то подпор воздуха со стороны компрессора это важный момент принос процентов утечки воздуха на второй манометр я предлагаю выполнить с помощью математических расчетов а именно с помощью пропорции у нас есть два постоянных значения 0 бар это сто процентов утечки воздуха и 8 бар это полная герметичность что равно нулю процентов утечки воздуха 8 бар это равно ста процентам герметичности или же нулю процентов утечки воздуха или 7 бар это x и нам нужно найти сколько же это в процентах будет 7 бар от 8 далее составляем уравнение 700 делим на 8 получаем 87 с половиной процентов герметичности или же свою очередь 12 с половиной процентов утечки как вы видите 12 с половиной процентов не входят в желтую зону а нам нужно найти как как раз край этой зоны поэтому нам нужно примерно рассчитать пропорцию с другим значением применив другое давление за кадром я рассчитал давление всем и 2 бара что в свою очередь соответствует герметичности в 90 процентов или утечки воздуха в 10 процентов а зная вот эти вот данные можем легко отметить желтую зону область желтой зоны далее нам нужно отметить зеленую зону и для нее подходят такие значения 480 делим на 8 получается 60 процентов герметичности или же 40 процентов утечки воздуха согласно подсчету 40 процентов утечки у нас начинаются где-то вот отсюда рисуем эту зону следующую зону я отмечу как красная так как утечки ниже зеленой зоны и так будут велики а давление в три с половиной бара по той причине что проходное отверстие в адаптере имеет диаметр около 3 миллиметров и она ограничивает собой поток воздуха что свою очередь не дает возможности измерить еще более низкую утечку воздуха в цилиндре отмечаем красную зону все расчеты были выполнены отталкиваясь от земли и до с жиклера, который находится между двумя манометрами, а диаметр его 1,1 миллиметра, и вот отверстие, которое находится в этом вот адаптере, в этом соединении. Тот, кто досмотрел этот видеоролик до этого момента, мог подумать, о, вот же она панацея, вот же решение всей проблемы. Сейчас я повторю точно так же, и все у меня будет отлично работать. Независимо от того, или же это ваш самодельный пневмотестер, когда вы все начинали, его сборку с нуля, или же, как в моем случае, просто взяли и переделали купленный. Но нет, я вас, ребята, огорчу, наверное. Это, к сожалению, так дело не работает. И далее я вам расскажу, почему. Тут помимо жиклера, который должен находиться между двумя манометрами, самих манометров, и еще помимо вот этого вот отверстия нужно учитывать еще и то, какого диаметра цилиндр, в котором вы хотите проверить воздухоутечку. Также важный момент будет играть и зазор в замке поршневых колец. Очевидно, что для цилиндра диаметром 50 миллиметров там будет один установлен зазор в замке поршневых колец. А если взять цилиндр диаметром, например, 150 миллиметров, скорее всего, там зазоры в поршневых кольцах, масляных или же компрессионных, будут совсем другим. Если начать измерять утечку воздуха на разных диаметрах цилиндра, очевидно, скорее всего, показания будут разные. И это может вести вас в заблуждение. Так как процент утечки на втором манометре будет показывать совсем разное значение. А чтобы данные были верными, нужно как-то сопоставить диаметр внутреннего жиклера с площадью всех утечек воздуха с конкретного цилиндра, который вы измеряете. Для начала, когда цилиндр еще не изношен и когда в цилиндре произошел уже износ равный ста процентам утечки воздуха. Напрашивается вопрос, а как же это сделать? В интернете находил такую информацию по поводу диаметра жиклера, который находится между вот этими двумя манометрами. Идеальный диаметр жиклера от 7 до 0,9 миллиметров. А если сюда поставить жиклер меньшего диаметра, то вот эти вот цветовые зоны на втором манометре придется смещать в ту или иную сторону. Заново делать расчет давления. Как видите, не все так просто с этим пневмотестером. И важный момент. Давление, которое подается на пневмотестер, всегда должно поддерживать на первом манометре 8 бар. Независимо от того, какая утечка в цилиндре. 0 процентов или 100 процентов. Почему сюда важно установить жиклер нужного диаметра? Потому что если сюда установить любой жиклер, ну например на 1 миллиметр, если получится так, что площадь всех утечек в цилиндре будет равна диаметру жиклера, который здесь установлен, а он к примеру на 1 миллиметр, то разницы давлений между жиклером и всей суммой площади утечки воздуха в цилиндре. В общем, если вам видео это зайдет, я сниму продолжение уже непосредственно на двигателе. Будем смотреть, как будет отображаться на втором манометре проценты утечки воздуха с разными жиклерами. Я хочу вытащить у токаря жиклер на 0,7 миллиметра, 0,9 миллиметров, а сейчас у меня стоит на 1,1 миллиметра. И вот хочу посмотреть, какая будет разница, если я буду менять жиклеры, как вообще это будет отображаться на процентах утечки на втором манометре. Так что пишите комментарии, то, что там думает. И всем до новых встреч!